Привет! Сегодня я расскажу тебе о том, как снять рекламу вина. Открывающий кадр я сделаю с помощью самодельной светодиодной лампы. Штатный свет лампы я заменил на светодиодную ленту с высоким индексом цветопередачи. Картон в данном случае отсеивает лишние пучки света для того, чтобы они не проходили по сторонам, а корпус самой светодиодной лампы служит рассеивателем для того, чтобы свет был не таким жестким и на нашей бутылке не было видно лишних светодиодов. Подобным движением создаю световой пучок на контуре нашей бутылки. Результат на лицо? Простая схема света, но очень эффектно. Для следующего кадра я использовал две таких светодиодные лампы и двигал ими примерно так. Короче, вот так и вот так. Назад, вперед. Назад и вперед. Появились опять классные контуры и осветилась полностью вся бутылка. Интересная еще одна схема света. Берите себе на вооружение. Теперь будут сняты заявочные кадры самой бутылки. Будет снята вся ее лицевая сторона и отдельно каждая часть. Особенность этой схемы света в том, что я использую стрипбокс, но нацепил на него черный кусок ткани. Для того, чтобы свет со стрипбокса не распространялся повсеместно и не отражался на этой бутылке. А есть маленький пучок света, который направлен только на контур нашей бутылки. Кстати, нужно подвинуть ее чуть-чуть поближе. Очень немаловажная деталь. Любой кусок, чего-нибудь белого. Я использовал упаковку от печенья и просто поставил сзади. Вы можете сейчас видеть, как здесь у нас появляется цвет. Если я уберу, будет просто черный. До, после. И то, что сделает появление нашей бутылки, это боковой свет. Боковой свет, он рассеянный. Это фрострама. Сзади стоит черный флаг, чтобы свет оттуда не попадал вообще абсолютно никак на фон. Я сейчас продемонстрирую, как это будет работать. Отворачиваю свет. Бутылка темная. И после этого поворачиваю. Постепенно у нас появляется наша бутылка. Теперь кадр с поворачивающейся тенью от предмета. Это чем-то напоминает движение солнца, когда оно перемещается с восхода и до заката. Особенность и хитрость этого кадра в том, что если у вас не хватает бутылок, например, у вас одна бутылка, вы предварительно можете наметить места второй бутылки и третьей бутылки. Снять первый дубль, потом поменять местами. Снять второй дубль. И на процессе монтажа вы можете поменять их местами и сделать так, что у вас есть три бутылки. Движение получается примерно следующее. Слишком близко подходить нельзя, иначе у вас будут отражения на поверхности. И если вы отойдете немножко подальше, то у вас не будет никаких переотражений. У вас будет только тень от бутылки. Кстати, здесь я сымитировал, что здесь находится настоящая камера. Но сейчас это камера GoPro. Снимается все сверху. Здесь должна стоять камера. Но она здесь скоро будет. Поэтому поехали. А еще у нас есть кадр, когда капля кабает в бокал. Это снимается очень близко. И для того, чтобы этот кадр получился, нам нужно этот свет опустить очень-очень-очень низко, для того, чтобы в нашей камере отражался на поверхности свет вот этой прострамы. Здесь мы пользуемся законом отражения света. То, что угол падения равняется углу отражения. То есть нам нужно сделать так, чтобы в нашем бокале, конкретно на этой поверхности, отразился свет, который здесь. Сейчас на примере я покажу вам, как будет выглядеть кадр без света и со светом. Так выглядит кадр со светом. А так выглядит кадр без света сверху. Теперь переходим к самому сочному кадру. Выливание вина. Первым делом было необходимо избавиться от донышка бутылки, чтобы через него можно было наливать жидкость. Это было сделано. После этого в любом сантехническом магазине вы можете найти трубу, которая позволит сделать удлинение этой конструкции и заливать не в саму бутылку, а заливать где-нибудь здесь, под углом. Это намного удобнее, поверьте. Просто возьмите себе дополнительную трубу. В принципе, схема света состоит из двух фрустрам, вернее, трех, третья надо мной. Эта фрустрама левая для вас будет освещать конкретно это горлышко бутылки. Верхняя фрустрама будет освещать контур бутылки и именно контур выливания сверху жидкости. Фрустрама, которая находится справа от вас, освещает логотип и лицевую сторону нашей бутылки и осветит спереди жидкость. Хотя вряд ли там что-то осветится, но легкий подсвет будет. Такая схема света. Ну что, заливаю. Важный нюанс. Все кадры с выливанием снимаются в 240 кадров в секунду. И следующий кадр я собираюсь снять так, что как будто-таки во время выливания жидкости у меня будет перемещаться камера слева направо. И для того, чтобы это было видно зрителю, мне необходимо перемещать тележку с невероятно быстрой скоростью, потому что в замедленном это будет очень медленно, а жидкость выливается намного быстрее. Максимально быстро и обратно. Поэтому смотрите, что получилось. Следующий кадр будет максимально близким. Как будто-таки мы спускаемся с бутылки, как будто-таки мы карабкаемся вниз по ней или наверх. Это уже по желанию. В общем, я помещу бутылку сюда. Сюда подложу что-то, чтобы она не упала. И камера будет ехать вперед-назад прям очень-очень максимально близко. Особенность этого кадра в том, что мы должны использовать максимально широкий угол объектива и поместить его очень-очень близко. Именно благодаря этим приемам мы сможем добиться нужного эффекта. Посмотрите. Сейчас я буду снимать кадр, над проработкой которого у меня ушло огромное количество времени. Это настоящий кадр вызова Посейдона. Будет безумное количество воды. В общем, какие у меня были мысли изначально? Ну, конечно же, снизу у нас будет стоять бокал для того, чтобы в него все наливалось. Будем выливать все этими бокалами. Сначала думал я выливать через эту бутылку пятилитровую, которую я обрезал с двух сторон. Но, когда сюда вставляется камера, прям сюда, вот так сюда вставляется камера, я не могу наливать, потому что не хватает места. Поэтому нужно было что-то пошире. И это что-то пошире оказалось конус для предметной фотосъемки. Если быть точным, конус для ювелирной фотосъемки, можно и так его тоже назвать. В общем, из этого получается очень классная идея. Но здесь здорово бы иметь помощь второго человека, который бы мог подсобить и подналить это все. То есть, одной рукой можешь ты наливать, другой человек наливает второй рукой. Либо закрепить эту конструкцию на фрострамах. И результат вы можете посмотреть прямо сейчас. Теперь пэк-шот или последний кадр. Его я сделаю следующим образом. Сниму эту бутылку на разных фонах, чтобы потом на процессе обработки я имел возможность выбрать именно тот цвет, который меня устраивает. И заанимирую все позднее в After Effects. На этапе обработки необходимо сначала вырезать бутылку с хона и отретушировать ее. После собрать композицию так, чтобы она смотрелась гармонично и анимация была плавной. Итак, это все на сегодня. Если понравилось видео, поставь лайк или подпишись. Можешь не подписываться. До новых встреч. Обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok